Всем привет, дорогие зрители канала Анапчане! С вами Наташа. 7 октября 2023 и мы сегодня с вами приехали в новый Анапский парк под названием Крещенский, который посвящен Крещению Руси. Он еще не до конца обустроен, но большая его часть уже в плитке. Проход разрешен для людей. Давайте посмотрим, какие у него тут условия. Для досуга, для отдыха, людей, живущих в ближайших микрорайонах. Конечно же, мы сюда обязательно еще приедем, когда парк будет открыт, а открыть его планируют до конца этого года. Но уже сейчас и мне самой интересно посмотреть и вам показать, что тут уже есть. Как видите, обширная территория парка располагается вокруг храма. А вокруг парка мы с вами видим многочисленные многоквартирные, многоэтажные дома прямо по всему периметру. Наконец-то многочисленные жители этих районов, дома которых построены на окраинных землях, сельхозназначения некогда получают в своем районе вот такую инфраструктуру, уже похожую больше на городскую. Уникальность парка для Анапы состоит в том, что на территории нашего курорта вот таких масштабов парковая зона разбивалась много-много лет назад, в последний раз. Но я думаю, в последние лет 50 Анапы не знала создание на своей территории вот таких масштабных парков. Ну и то, что парк посвящен православной культуре, это тоже уникальность, особенность этого парка. Вот здесь, кстати, где мужчина стоит, такие полосы перед фасадом, перед входом в храм, это конструкция фонтана, фонтан светомузыкальный. Сейчас, повторюсь, еще пока что идет до благоустройства, достраивают парк, поэтому фонтан не работает. Ну вот неделю назад к приезду патриарха, который освещал храм, фонтан включали, и все, кто наблюдал за этим мероприятием, могли видеть, что, да, действительно, это очень красиво строить фонтаны на фоне фасада храма. Ну и, конечно же, вот такое большое пространство вокруг храма должно вмещать всех православных этого района, кто не вместится в помещение храма, будет располагаться вокруг во время больших православных праздников. Уже с вами мы видим, что часть деревьев высажена. Всего на территории парка планируется высадить около тысячи лиственных и хвойных деревьев, свыше двух с половиной тысяч кустарников, и забланирована посадка более двух тысяч многолетних цветов. То есть территории некогда пустующие, не знающие, что такое тянет деревьев, наконец-то засаживаются зеленью, и на территории парка будет автополив. Это дает надежду, что все высадки будут поливаться вовремя и в достатке, и не будут гореть и погибать под палящим нашим южным солнцем. Проходим с вами еще строющееся церковное сооружение. Вокруг него по периметру такое, опять же, интересное арочное строение. Когда парк полностью будет готов, мы обязательно, конечно же, его тоже посетим, тогда будет все попонятней, пояснее, что к чему. На территории парка также построится православная школа, церковные лавки. Возможно, вот прямо перед нами какие-то строения, относящиеся к ним. Как раз видим процесс работ по облицовке. Вот, кстати, дуб. Какой он зеленый и уже раскидистый, уже взрослый саженец. Дуб красный. И высажен он как раз-таки патриархом московским импсиаруси Кириллом, который вот и приезжал к нам неделю назад. Ну, конечно, это дерево очень отличается от других. Сосны. Дай Бог, чтобы прижились все саженцы. Потому что если все это приживется, разрастется, будет неимоверная красота. Рядом с новым храмом со стороны улицы Ленина есть храм поменьше, значительно старше. Здесь также у нас открывается вид на прилегающие жилые комплексы. Спектр, Строиград. Вот возвышается 19-этажка жилого комплекса «Горизонт». По другую сторону мы с вами видим 18-этажку Радонежа. По ценам я немножечко пройдусь чуть попозже. Но опять же повторюсь, я впечатлена обширной территорией. Конечно же, пока что выглядит все так серенько. Но ничего, саженцы разрастутся, и будет красивый зеленый парк. Я в это верю. Тут у нас в том числе, вот там вдалеке виднеется территория детской площадки. Вот здесь вот уже выстроен амфитеатр под открытым небом. Плитка, по большей части, уже уложена по территории парка. Но вот так или иначе мы с вами видим недоделки, стыки. Все это будет еще доделываться. Ну и хочется обратить внимание на качество уложенной плитки. Видно, что делалась наспех. Кое-где она гуляет, бултыхается. Торопились к приезду патриарха. Не знаю, как-то это все поправит или как. Вот, к сожалению, это реалии наших дней. Что подрядчики зачастую делают так, что всегда есть к чему прицепиться глазу. Каким-то вот несовершенством. Также установлены лавочки. Вот смотрите, в виде лежаков. В том числе установлены традиционные для посидеть. Вот здесь вот, кстати, вдоль центральной аллеи один газон уже засеяли зеленой травкой. Смотрится очень хорошо. Со стороны улицы Таманской, Ивана Голубца, вход на парк, вот знаменует вот такая звонница. Вот такая красота. Ну и, конечно же, людям, которые рассматривают этот район, а этот район относится к району Высокого Берега, рассматривают покупку квартиры в одном из жилых комплексов, соседствующих с парком, где располагается большая церковь с колоколами. Вот должны теперь это учитывать. Согласны ли они соседствовать со звоном колоколов? Здесь у нас, я уже перечислила несколько жилых комплексов по соседству. Однокомнатные квартиры 40 квадратов в этих жилых комплексах в среднем стоят 6-7 миллионов, двухкомнатные квартиры 60 квадратов 8-9 миллионов и трехкомнатные квартиры 80-100 квадратов 13-15 миллионов. Рядом с парком также оборудованы парковочные места. Вот это мы сейчас с вами переходим улицу Амелькова. Когда-то она шла от Красной площади до улицы Ленина. И все, дальше начинались тут у нас поля пустыри. И постепенно вот с освоением территории, с созданием парка здесь продолжили улицу Амелькова. И она, получается, теперь идет вплоть до улицы Таманской. Открываются перед нами шестиэтажки жилого комплекса Бельведер. Это дома 17-19 года постройки. Относительно новые. Ну и, разумеется, это, считай, первая береговая линия. Тут уже море. То есть вот за жилым комплексом Бельведер только еще линия особняков. И все. И дальше море. То есть максимально близкие многоквартирные дома у нас в Анапе к морю. И, разумеется, здесь квартирки будут подороже, чем вот перечисленных ранее жилых комплексах. Редонеж, Горизонт. Здесь, например, студия 20 квадратов, 5 миллионов. Однокомнатная 50 квадратов, 8, 10,5 миллионов. А двухкомнатная 60 квадратов, 14,5. А есть варианты даже 17,5 миллионов. Вот я как бы по верхушкам прохожусь. Название, застройщик, могу сказать, год постройки жилого комплекса. Но и цена, конечно же. Но вот как бы, если вы хотите узнать особенности какого-то жилого комплекса, то пишите в комментариях, какой жилой комплекс вас интересует. И в таком случае мы снимем подробный обзор того или иного жилого комплекса. Выходим с вами на улицу Таманскую. Как я и говорила. Вот, жилой комплекс Бельведер, улица Таманская. Дальше линия особняков, которая прилегает прямо вплоть к краю высокого берега. И все. И дальше море. Мы с вами туда сейчас и направляемся. Ну что, теперь в этом районе есть церковь. Ух! Несется. И есть место, где можно будет помолиться о том, чтобы в этом районе строились в достатке школы, детские сады, поликлиника. И, что немаловажно, чтобы здесь наконец-то начали строить набережную в этом районе высокого берега. Третий А микрорайон, третий Б микрорайон. Там дальше у нас тоже, ближе к Супсеху, Горгипе и так далее. Отчасти район Ореховой рощи. Ну то есть вот за последние 10 лет, 15 лет очень много возведено жилья. Людей как бы приглашают переезжать к нам на курорт. Вот, пожалуйста, мы вам построили квартиры. Приезжайте жить к морю. А какие-то вот соцнеобходимости, соцудобства элементарные не обеспечены. И в том числе вот люди, наконец-то вот они получили парковую зону. Еще нужно ждать, когда там зеленые насаждения дадут, тень. И вот вдоль берега моря вот такой пустырь. И уже, ну, надо поднапрячься, чтобы вспомнить, сколько же уже лет здесь планируют продолжить набережную. Которая, кстати, заканчивается там вот дальше, за этими особняками в районе набережной под названием Утесов. Она, собственно, вот и упирается в эту линию особняков. Как она будет продолжаться, непонятно. Сносить-то их не будут. Большие сомнения, что эта территория освободится от частных домов. Там вот есть тропинки вдоль. Кстати, мы видим, люди идут. Тропинка вдоль. Ну, сами понимаете, что для набережной, конечно, этой площади недостаточно. То есть непрерывно продолжить набережную от Ореховой рощи. И далее к Супсеху вряд ли получится. То есть, по идее, она где-то вот здесь, вот, наверное, от Бельведера должна продолжаться. Прерываться на эти особняки и отсюда вот продолжаться дальше. А так в планах, да, сделать благоустроенную набережную. Вплоть вот до Ласточкиных гнезд, до смотровой площадки, с которой открывается панорамный, очень впечатляющий вид на Анапу. Таким образом, город и соседствующий поселок Супсех связали бы не только Супсехское шоссе и вдоль него многоэтажки, но и вот набережная. Погодка сегодня солнечная, теплая, относительно теплая, но вот с моря ветерок. И что интересно, обычно чем ближе к морю, тем прохладнее. А вот сегодня наоборот, вот здесь вот на высоком берегу, я сейчас иду, и здесь теплее, вот, например, чем на территории парка. Возможно, это вот из-за особенностей ландшафта берега, из-за того, что он высокий, какие-то теплые массы, возможно, тут как-то скапливаются. И здесь очень, очень, я скажу вам, даже жарко. Друзья, я вас веду на пляж здесь, в этом районе, на который ведет спуск 300 ступеней. Вот мы как раз к нему подходим. Здесь вот в том числе расположены лавочки для людей, которые подымаются, чтобы сесть, отдохнуть. Этот спуск был построен по инициативе и на средства жителей этого района. То есть муниципалитет к этому спуску не имеет никакого отношения. Год назад тут был обвал, то есть спуск построили, но так как не производились никакие геодезические работы, не давалось никакого разрешения, вот там вот дальше, ниже подмыло дождями грунт, и был обвал небольшой, разрушился в некоторых частях спуск. Его починили и продолжают пользоваться, ну потому что, повторюсь, плотность населения в этом районе большая, а идти до ближайшего спуска благоустроенного, 40 лет победы или 800 ступеней туда дальше, а это испытание куда напряжнее, чем 300 ступеней, людям неудобно. Поэтому вот собрались и сделали вот такое удобство для себя и для всех остальных. А, как видите, вот даже сейчас, в октябре, уже в прохладное время, пользователей этого спуска большое количество. Здесь у нас галечно-каменистый пляж. Полоса пляжа не широкая, и благодаря вот этому спуску здесь собирается большое количество людей, и пляж такой плотный по населению получился в итоге. То есть вот таких спусков нужно вдоль высокого берега, конечно же, почаще понастроить. И не на деньги жителей района, а вот чтобы все было уверенно, четко, надежно, безопасно. То есть вот чтобы муниципалитет этим занимался. То есть сверху должна быть благоустроенная набережная, и вдоль этой набережной, вдоль этого высокого берега, как можно чаще, вот такие вот спуски. Таким образом и разгрузятся, возможно, пляжные полосы в центральных частях города. А так-то, конечно, пляжи здесь призамечательные. Вот сейчас у нас штормит немного, но этого достаточно, чтобы вода у берега была сбаламученной. Когда штиль, конечно же, здесь вода на галечно-каменистых пляжах идеально чистая, прозрачная, великолепная. Вот видите, грунтовые воды выходят и подмывают постепенно грунт, на котором основываются конструкции спуска. То есть вот в общем-то, я бы не сказала, что вот этот спуск безопасный. Когда в следующий раз обнаружится тонкое место у него, неизвестно. Ну, смотрите, друзья, 7 октября. Отдыхающих. Ну, с учетом того, что это у нас окраина города, на мой взгляд, очень даже хорошая такая плотность. И люди распространяются как в одну сторону, в сторону города, там у нас дальше пляж 40 лет победы, спуск 40 лет победы, так и в противоположную сторону, то есть еще дальше загород. Вот, ну, я впечатлена. Люди прямо много-много любителей у этого пляжа, предостаточно. Причем, учитываем, да, что сюда, вот сейчас те люди, которых мы с вами видим, это все местное население. Я не думаю, что это вот прямо отдыхающие. Отдыхающие сейчас у нас отдыхают в центре, там же ходят и на пляжи. А здесь, на окраине, конечно же, это все по большей части пенсионеры, переехавшие в Анапу, вот как раз в какой-нибудь жилой комплекс, в один из жилых комплексов района Высокого берега. Некогда это пляжные места нудистов, как раз это вот была часть пляжа, отдаленная от города. Спускались на 40 лет победы, и сюда отдалялись люди, уединялись, чтобы позагорать обнаженными. А теперь вот цивилизация постепенно разрастается, и все. Не знаю теперь, где нудисты загорают. Но вот сегодня нудисты или не нудисты, точно можно загорать. Особенно здесь высокий берег. Абсолютно, вот абсолютно. Даже от того небольшого ветра, который был вдоль берега, здесь уже все, ничего не осталось от него. Абсолютное отсутствие ветра. При том, что, повторюсь, в районе парка ветерок был ощутимый и даже прохладный. А здесь, ну, настолько летняя атмосфера. Около плюс 28 градусов вот здесь. Представляете? Верите ли вы своим глазам? Вот так вот. Хотя по прогнозу сегодня всего лишь около плюс 21 градуса. Но в зависимости от места вдоль побережья, ситуация может быть разной. Вполне возможно, что сегодня ветрено-дискомфортно на песчаном побережье. А вот здесь, под защитой высокого берега, ну, все, люди наслаждаются. На такой прекрасной, теплой нашей анапской ноте я заканчиваю очередной обзор. В районе высокого берега мы сегодня гуляли. Обязательно поддержите обзор лайком. Поделитесь в комментариях своим впечатлением по поводу того, что вы сегодня увидели. Как вам новый парк? Крещенский. Как вам ситуация на пляже в Анапе? Как погода у вас по сравнению с Анапской? Пишите, пишите в комментариях. Мы все комментарии читаем и почти на все отвечаем. Подписывайтесь на наш канал, если еще не подписаны. Пляжи, всевозможные районы, улицы. В том числе сейчас мы плотно будем касаться вопросов недвижимости в Анапе. Переезда на ПМЖ. Будем рассматривать разные вопросы переезда на ПМЖ. Поэтому, если вам эта тема интересна, вы планируете переезд в Анапу, обязательно подписывайтесь. Ну и до новых встреч. Все, друзья, всем пока!